МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"1980-й. Советский Союз, демонстрируя открытость, на время открыл железный занавес. Москва наводит лоск, готовится к открытию 22-х Олимпийских игр. Страна в предвкушении спортивных побед. Но увидеть их доведется не всем. В режиме строжайшей секретности на запыленном узбекском аэродроме Черчик для переброски за горы Гиндукуша формируется 50-й отдельный смешанный авиационный полк. Полтинник, так его нарекли летчики, единственный полк контингента, награжденный за работу в небе Афганистана боевым орденом Красной Звезды. Полк 50-й был создан специально для Афганистана. Специфика полка была как будто странная. Вертолеты Ми-8, вертолеты Ми-24, самолеты Ан-26, Ан-12. Мы практически автономно могли существовать. Ну, естественно, с подачи с большой земли, это из Советского Союза. Днем город живет обычной жизнью. На центральном рынке всегда многолюдно. Рядом аэропорт. Главные транспортные ворота Афганистана. Воздушная гавань регулярно принимает и отправляет самолеты. Но картины мирной жизни обманчивы. Здесь идет война. Только по прибытии мы не успели выйти с самолета. Нас на глазах сбили Ми-6 кундуст. В то время операции Ми-8 у меня на глазах взорвался. В командировку на войну Михаил Пухов на своей 24-ке отправлялся дважды. В начале и в конце 80-х. В выгоревшем небе Афганистана совершил 802 боевых вылета. Вертолет огневой поддержки Ми-24 – первый в истории советской авиации винтокрылый штурмовик. За агрессивный вид и удлиненный фюзеляж летчики его уважительно нарекли «крокодил». В боевой работе в горах ему практически не было равных. А потому вертушки на аэродроме подолгу не задерживались, уничтожая пазы, караваны, огневые точки Маджахедов. Из-за высокой эффективности вертолеты становятся целью номер один. Под обстрелы экипажи попадали до пяти раз в неделю. Наибольшие потери часть несла от стингеров. В Кабуле было очень много работы. Мы сопровождали колонны, участвовали в операциях в поддержке сфокутных войск. Сопровождение колонн, я уже сказал, поиск караванов, уничтожение караванов. Ну и многие другие задачи. Налетовали в день, доходило до 10-12 вылетов. Перед вылетом не фотографировались, примета плохая. В авиации их немало, но на войне свои законы. Первое задание в марте 80-го года. В чертову дюжину, 13-го. Вертолетчики на Ми-8 и Ми-24 совершили 120 боевых вылетов. Итог работы – 80 уничтоженных мятежников, 4 опорных пункта. В примете назло, на аэродром вернулись без потерь. В 50-м полку никогда не менялось больше, чем 2-3 звена одновременно. Потому что, если поменяется их состав, нужно время для ввода его в строй. А здесь одно звено, второе звено. И все это шло на фоне боевых действий. Боевые действия не прекращались ни на один день. Для однополчан Виталий Егорович – батя. Легенда армейской авиации. Командовал полтинником в самый сложный период – 81-82 годы. Первый и единственный в истории командующий авиацией сухопутных войск Вооруженных сил Советского Союза. Паншерская операция – самая масштабная в истории 50-й смешанной авиабазы. Маджахеды превратили ущелье в огромную неприступную крепость, ощетинившуюся огнивыми точками. Пробить брешь в этой обороне можно было только с воздуха. Во время Паншерской операции за две минуты боя было потеряно несколько наших экипажей. Большинство из них из состава руководства эскадрильи. Погиб КМСК, штурм эскадрильи, замполит эскадрильи. Буквально в две минуты боя. Потому что были на острии атаки. Высаживали группу захвата площадки, попали под ураганный огонь. Анатолий Сурцуков в первый день Паншерской операции совершил 17 боевых вылетов. Вернувшись на аэродром, летчик не смог самостоятельно выбраться из кабины. За день боя он потерял почти 7 килограмм веса. Но физическая усталость – ничто в сравнении с тяжестью потерь. Прошло более 20 лет. Выросло новое поколение белорусов. Об афганской войне они узнают по пожелтевшим от времени фото. А еще по воспоминаниям тех, кто провел свой борт сквозь это огненное горнило. Их 11. Членов Мочилищанской организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Но стоит перелеснуть страницы альбома, и снова рядом целый полк. Кабульский полтинник. Трагическое известие о потерях в третьей эскадрилье облетело весь Афганистан. Это особое подразделение знали и видели в деле во многих уголках южной страны. Третья эскадрилья Ми-8, которая воевала в составе 50-го осад, была укомплектована впервые на тот период модификацией вертолета Ми-8 и Ми-8МТ. Это машина, которая отличается от Ми-8Т другими двигателями, другой энергосистемой. И по любому потенциалу превосходит Ми-8Т раза в полтора. Учитывая, что эскадрилья была в то время укомплектована 24-ми абортами этой новейшей модификации вертолета Ми-8, нам очень редко приходилось в полном составе базироваться в самом Кабуле. Зачастую всем составом эскадрилья работали с других точек. По операциям, которые происходили в Мазарис-Ариф, Зурлабад, Кандагар и ряд других точек, Газни, ГАРДС. Задачи вертолетчиков на модернизированных машинах во многом были специфическими. В тот период, в 81-82 год, очень было как раз задачи огневых, когда работали по бомбошным ударам. Именно восьмые принимали участие не только как вертолет до разведки, целеуказания, спасательный, а именно как ударные силы. Новые условия требовали особой подготовки пилотов. Многое из того, что нужно было выполнять, шло вразрез с курсом боевой подготовки. Надо было отрабатывать новые задачи, которые невозможно было смоделировать в условиях мирной жизни. Например, посадка на запаленные горные площадки, на десантирование с максимальным летным посадочным весом в узких ущельях, на террасы, карнизы, там, очень сложные площадки. 1989. Идет вывод советских войск из Афганистана. Боевой работы у экипажей 50-го смешанного авиационного полка прибавилось. Маджахеды, что называется, стреляли в спину. Редкое ущелье колонны проходили без обстрелов. Потери в последние дни войны самые тяжелые. С воздуха войска прикрывали авиаторы полтинника. И под шквальным огнем с боевого курса не сворачивали. За день до вывода полтинника в Союз погиб экипаж Ми-24. Период вывода запомнился тем, что мы потеряли своего командира. У нас был замечательный командир, Голован Александр Сергеевич. Он сам взлетел и улетел навсегда. В 94-м новое место прописки – Мочулище. После переформирования часть получила нынешнее наименование – 50-я смешанная авиационная база. На стоянке техники можно проследить историю военно-транспортной авиации. В линейке небесный трудяга вертолет Ми-8 и его представительская модификация Ми-172, богатырь Ми-26, самолеты Ан-26 и воздушный гигант Ил-76. Мой отец был командир корабля. Я по его стопам стал тоже военным летчиком, потому что мне очень нравится. Это с малых лет я смотрел, как он витал, как ему это нравилось. И тем самым я привил, он, отец мой, привил свою любовь к небу ко мне также. 50-я смешанная авиабаза – без преувеличения – одно из самых мобильных звеньев белорусской армии. База – это целый здоровый организм, который может. И самое главное, я хочу сказать, что он желает, хочет и способен выполнять задачи по перевозке, по выполнению полетов, по десантированию личного состава. И не только связанный с выполнением, с обеспечением полетов, но и с вопросами жизнедеятельности, которые здесь находятся и на аэродроме, и на территории воинской части. На бетонке борта подолгу не задерживаются. Задачи авиационной базы многогранны, география впечатляющая. В настоящее время наши авиационные эскадрильи выполняют следующие задачи. Это от перевозки войск, боевой техники и грузов. Летаем в Российскую Федерацию, аэродром «Шулук» и также в страны Данево и Ближнего Зарубежья. В эскадрилье имеется самолет, аэрофотосъемщик. Выполняют задачи по аэрофотосъемке местности. Здесь земля часто меняется с небом местами. «Риск» называют романтикой. Аббревиатура 3G обозначает не технологии мобильной связи, а трехкратную перегрузку. Это особый мир. Мир авиации. История кабульского полтинника продолжается. Теперь это мирная история. Я летчик Красивая форма, лампа с голубой, и даже завидует кто-то пороет. Я летчик И звук от турбин на земле лучше звук, а мой самолет — это мой верный друг. Я летчик Мне хочется в небе бездонном летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик Ни черту о небу я душу продал, мне кажется, я от рождения летал. Я летчик Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного мистера вовнем петлю свернут души, там вираж, бочек, горка для летчик. Субтитры создавал DimaTorzok